Итоги недели с Николаем Сванидзе А сейчас какое там дело? Сейчас там приличное дело, мы там вещаем А, замечательно, поздравляю нас Поздравляю нас с тем, что мы вещаем на Ржев Серебряный дождь в Ржеве вещает на частоте 107,3 ФМ, мы приветствуем Всем доброе утро, я напоминаю Плюс 7903, 7976333 Видеотрансляция работает Расскажите, кстати, Николая Карловича можно посмотреть Кстати говоря, вот в понедельник, я вам предлагаю С Ржевым отдельно поговорить Пускай нам в понедельник звонят СЖР и расскажут Как там жетуха? Как там жетуха? Ну да, в этом часе Это все-таки час Николая Карловича, не будем отъедать у него время А вот к чем живет, как живет Ржев Будет интересно послушать У нас как раз с 8 до 9 интерактивный час Одно из самых сильных, сильных Мощных и страшных стихотворений Посвященных Великой Отечественной войне Твардовского и Оргей А погиб под Ржевом Да, именно так Там были тяжелейшие бои На этой неделе тяжелейшие бои В Нагорном Карабахе у нас И, так сказать, вокруг него Мы вернемся к этой теме Чуть позже Начнем по хронологии, как всегда, с понедельника Значит, я взял Все-таки несколько таких достаточно забавных Событий в свой дайджест Но до них мы еще тоже дойдем Вот они тоже происходили в понедельник А вот, кстати, давайте с них и начнем В городе Великие Луки Псковской области Детишкам несколько дней назад стало плохо Во время торжественной линейки По случаю присоединения в школе Номер 7 имени лейтенанта погранвойск Уроженца Великих Лук Антона Злобина Значит, трое детей потеряли сознание Остальные жаловались на плохое самочувствие Изначально сообщалось о том, что О 13 потерявших сознание школьниках Все доставлены в местный стационар Сейчас все в порядке уже, все выписаны Тем не менее, там что любопытно Почему забавно? Забавно это, конечно, то, как объяснялось Это странные такие массовые проблемы, скажем так Значит, руководитель местного администрации Великих Лук прокомментировал Заявило следующее, что мероприятие было торжественным Звучали речи патриотической нравственной направленности Особенная музыка Это было серьезное, волнительное мероприятие При таких обстоятельствах просто один ребенок Мог почувствовать недомогание И уже рядом с ним стоящий ученик Отнесся к своему самочувствию внимательнее Чем обычно Значит, более подозрительно Также руководитель администрации Отметила, что педагоги тоже внимательно следили за школьниками Если замечали хотя бы что-то Какую-то неуверенность Спрашивали, неплохо ли им А после такого вопроса Все невольно начинают задумываться о своем самочувствии И уже кажется, что особенное, взволнованное патриотическое состояние Не от торжественности момента, а от плохого самочувствия Бред, красивые кобылы просто Например, Джером Джерома Когда заглядываешь в медицинскую энциклопедию И находишь у себя все, кроме воды в колене То есть детишки, как косяшки доминов За одним попадали, значит, чувствуя себя плохо От торжественности момента Общей, так сказать, патриотичности этого мгновения Но у нас начальство любого уровня умеет Умеет сформулировать так, чтобы отвести от себя удар Это правда, да Кстати, что было со школьниками до сих пор непонятно Ну, а все выздоровели Слава богу, господи А может быть и действительно правда Слишком торжественный момент Не по детской психике Не могут же, не все могут правильно прочувствовать Не могут положить Как у нас говорят, что не нужно говорить Детям в школе что-то плохое про нашу историю Потому что это на них производит негативное впечатление Вот так, портит здоровье Только хорошее, только хорошее Только хорошее, да А если было что-то плохое, об этом можно не рассказать Или переделать Лучше взрослым не говорить, чтобы не расстраивались На самом деле, конечно Как пишет наша слушательница Татьяна недальновидно выступила Чиновница, получается, что детей затошнило От переизбытка патриотизма Естественно, конечно Во что я верю, кстати Вот в это я абсолютно верю Потому что от переизбытка патриотизма Как от переизбытка всего пафосного Всего сладкого Может затошнить запросто Музыка еще торжественная Особенная Особенная музыка Звучит тревожная музыка Особенная Что такое особенная музыка? Написанная директором школы, что ли? Плюс семь девятьсот три Семь девять семь шесть три 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 Друзья, Николай Карлович Сванидзе В студии Серебряного Дождя Полторы минуты, и мы вернемся Итоги недели С Николаем Сванидзе Поехали дальше Друзья, много событий Не будем тратить время В понедельник президент Путин Подписал указ об отставке главы Дагестана Владимира Васильева Назначен вместо него О исполняющей обязанности главы республики Генерал Сергей Меликов В документе, опубликованном на сайте Кремля Говорит, что Васильев ушел по собственному желанию Назначен советником Путина Президент поручил Меликову Продолжить работу под декриминализацией республики Владимир Абдуллаевич Абдуллаевич Абдуллаевич, простите Васильев сделал немало по этому направлению Он сам об этом сказал Но нужно настойчиво работать по этому направлению И дальше Такой канцелярский язык Заявил Путин Президент отметил, что дагестанцы Честный и открытый народ Очень чувствительные ко всякого рода неисправедливости Хамство административному и некорректному поведению Со стороны представителей власти И доверие населения Дагестана нужно завоевать Есть составляющие, которые я считаю Достаточно важными, если не первостепенными Во-первых, Дагестан — многонациональная республика И в Дагестане, как в капле воды отражается все, что характерно для России И многоконфессиональность И многонациональность И что очень важно на протяжении последних многих лет Десятилетий Межнациональные и межрелигиозные отношения Несмотря ни на какие сложности Эта составляющая всегда была в Дагестане прочной Заявил Путин Ну что я могу сказать Во-первых, у нас, дорогие друзья Чтобы просто понимали Ни один руководитель никакого уровня Регионального, центрального Никакого не уходит по собственному желанию Это невозможно Это формула канцелярская Официозная, которая совершенно очень далека от истины Ни один у нас это не принято Просто вообще Как класс, что называется У нас это невозможно Чтобы человек сказал Я ухожу Кто ты такой, сопля заморская Чтобы ты уходил Когда тебе скажут, тогда уйдешь И все Значит, поэтому Если человек любого уровня, чиновник Уходит Значит, ему было приказано из Кремля уйти В какой форме приказано С какой степенью жесткости Это другой вопрос В данном случае степень жесткости Видимо, была минимальная Потому что Владимир Васильев назначен советником Путина Если бы к нему были претензии очень серьезные Его бы советником не назначали Но он бы ушел, так сказать, в неком направлении Там, в сторону моря А так советник стал, слава богу Значит, мягкое увольнение Но увольнение, еще раз повторяю С возрастом ли Не с возрастом ли, не знаю Но, по всей видимости, все-таки Он достаточно крепкий человек Он офицер У нас принято назначать на эти Значит, на наши Восточные Кавказские республики Сложные республики Генералов, как правило Владимир Абдуальевич Генерал тоже Вот Он, кстати, не дагестанский корней Хотя у него и Мусульманское, так сказать Мусульманских Кровей отчества Да, но он не оттуда Вот И вообще принято У нас Считается Две, так сказать, возможности Если говорить о Дагестане В Чечне, понятно Там однородный Этнический, значит Состав населения Чеченцы Там проще В Дагестане Там народу Разных этнических групп Просто, ну, невероятное количество Больше сотни языков Больше сотни языков Там соседние селения Друг друга не понимают И там всякий раз Нужно так Просто, чтобы спереди Помазать Нужно сзади полизать Что называется, извините меня Потому что там Если ты назначаешь Начальника там Аварца То у тебя должен быть Один заместитель Кумык Другой Доргинец Там, ну, третий Лизгин Ну, просто полный караул Там Это все очень важно Это все смотрят С чрезвычайной Пристальностью И подозрительностью Поэтому Легче Москве прислать Чеха из Москвы Вроде К нему И вопрос Что логично Логично В Москве Легче прислать Чеха из Москвы Конечно Чтобы быть над всеми Над всеми Да, над всеми Претензий не будет Вот Но он Хуже разбирается В местной ситуации Ситуация Очень сложная В Дагестане Это самая большая Кавказская республика Наша Самая Самобытная Вследствие Своего многообразия Этнического Ну, Путин Об этом и сказал Да, да, да Сказал справедливо И очень сложно И я Каждому человеку Который назначается Я не завидую Часто вам скажу Конечно В любом случае Отставка Это отставка Значит Разумеется Владимира Васильева Связана с тем Хотя он человек Очень опытный Я его знаю Очень опытный Умный Спокойный Трезвый Но по-видимому Все-таки По мнению Путина Не справился Кто бы там справился Не знаю Не знаю Ну, поживем Видим Не мог пройти Мимо этой новости Она немножко Под нату Потухла На фоне Всех Удачи Удачи Всякому Кто-то там назначается Я представляю Дагестан Люблю его Великолепная Великолепная Страна Скажем так Великолепный Район Место Не знаю Как сказать Край 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 Прекрасный Да Но очень сложный Вторник Николай Калыч Самых громких Новостей Недели Некоторые Из них Извините Будут находиться В развитии Как например Конфликт Карабахи Поэтому я их Немножко позже Беру Чтобы По более актуальной Точке Сосредоточиться Во вторник Организация По запрещению Химического оружия ЗХО сообщила Что Передала ФРГ Отчет по делу Отравленного Российского Политика Алексея Навальна Согласно Которому Политик Был отравлен Запрещенным Ингибитором Халинистерразы Редактор Анализа Биомедицинских Проб Собранных Группой ЗХО И переданных Федеративной Республике Германия Проведенного Назначенными ЗХО Лабораториями Подтвержденными Специальными Лабораториями Которых Которых нет В клинике Шарите Это именно Не говоря уже Об Омской Клинике Да Там и туалетов То нет Как мы видели Значит так вот Результаты Этих проб Собранных Назначенными ЗХО Лабораториями Подтверждают Что биомаркеры Ингибитором Халинистерразы Обнаруженные Выбросы крови Мачи господина Навального Имеют структурные Характеристики Аналогичные Характеристики Токсичных Химикатов Принвижающих Спискам А14 Там А15 Которые были Добавлены В приложение По химическим Веществам Конвенции Конвенции Во время 24-й сессии Конференции Государства Участников Возухов В ноябре 19-го года Вот Значит что это значит Дорогие друзья Официально запрещенным Химическими Веществами Там сложно Запрещенным Потому что они Химические Боевые Но вроде не относятся К числу Официально запрещенных Потому что они просто Неизвестны никому Поэтому формально И не запрещены Вот Но что это значит В переводе маршака На русский язык Значит это значит Что Вот представьте себе ситуацию Вот Мы слушаем Каждый день И смотрим телевизор Слушаем радио Знаем позицию Нашей стороны Не доказано Теперь представьте себе Позицию Всего остального У нас разные позиции Отравили сами немцы До всего остального Мира За пределами За пределами нашей территории Значит Четыре Самостоятельных Независимых лабораторий Германская военная Французская военная Шведская военная Почему военные? Не потому что там Это ястребы сидят Потому что Именно военные лаборатории Могут определить Боевой яд У обычной клиники Просто Нет такой аппаратуры Нет Обычная клиника Определяет Что было отравление Естественно Они определяют состояние больного А чем он был отравлен Это может определить Только военные лаборатории Так вот Я еще раз повторяю Три Германская Шведская Французская Все разные Вовсе Не пляжащие Под дудку Госдеп США Стоит ли им верить? Вот у меня сразу вопрос Какие там французы Шведы Там И наконец ОСХО Лаборатория ОСХО Это организация По запрещению Химического оружия Создававшаяся При нашем участии Оплачиваемая В том числе Из нашего Из нашего Бюджетного кармана То есть нам Мы можем Конечно сказать Что они все куплены Все куплены Все Шведы куплены Французы куплены Немцы куплены ОСХО куплены Все кроме нас куплены Только мы никем не куплены И вот все они Утверждают В один голос Что это был новичок Это был новичок Все они говорят Теперь представьте себе Ситуацию Во всем мире Когда всем говорят Что это Вот эти четыре Все коммуны Экспертизу не принесли Каждый серьезный Независимый лабораторий Она говорит Новичок А русские говорят Нет А русские говорят Нет Мы не верим Мы не верим И уголовное дело Задевать не будем Открывать не будем Вот как к этому Вот как к этому относиться Вот объективно Вот мы с вами Вроде бы как Представим себе Что мы не американцы Но и не наши А мы там Не знаю Корейцы Я не знаю Кто Китайцы Даже Шведы Не знаю Финны Кто угодно Бельгийцы Вот мы Некие нейтральные Наблюдатели И вот мы видим Такую информацию На чью сторону Нам становиться Человек был Очевидно отравлен Других версий нет В том числе И мы не выдвигаем Других версий Что было с Навальным Ну что с ним было Ударили кирпичом По голове Нет Неудачная Я как зритель Программы 60 минут Съел отравленный помидор Съел отравленный помидор Спешу вам сообщить Последние версии Да Вы вот не смотрите Или редко смотрите А зря Я вот смотрю Кстати Ну не так Я эксофица Что называется По должности Я смотрю Хорошо Телевизор Значит это Выпил На голодный желудок Чего Упал в кому Чего Проснулся гипс Начнулся гипс Чего выпил Он на голодный желудок Водички Чего-то выпил Чего-то выпил Там разные версии Чего Ну Мне Мне Приходилось К сожалению Особенно по молодости Выпивать В том числе На голодный желудок Но по последней версии Я так понимаю В кому сразу не впадал Можно предположить Что он Наслушался торжественной музыки И патриотических речей Видимо Да Ему стало плохо Нет Но понимаете Это не смешно Человек чуть-чуть Богу душу Не отдал Да Вот Вдруг здоровый Сорокалетний Тренированный В общем Не профессиональный Спортсмен Просто тренированный Здоровый человек Мужчина В расцвете сил Вдруг На борту самолета Не отдал Богу душу Который За 10 минут До этого Чувствовал себя нормально Но все Все констатируют Отравление Все констатируют Что новичок А мы говорим Нет мы не верим Но откройте Ну японский бог Откройте уголовное дело Докажите Что он не отравлен Докажите Что это был там Гнилой помидор Или что он Перепил там Накануне Самогонки В Толске Так его нет уже Он уже уехал Алексей Так почему Он уехал Мы бы доказали Что он перепил Самогонки А как мы сейчас доказали Мы же брали пробы Когда он лежал В Омской больнице Давайте прогоним Еще раз это все Там тухлые помидоры Нет Давайте покажем Мы не знаем Какие там пробы У него брали Так покажем Что помидоры Это нужно Открыть уголовное дело Открыть уголовное дело И доказать Что шведы Французы Немцы И ОСКО Все значит На оплате У гостеп США Ну давайте Но если он отравился Тухлыми помидорами Или там Мы это уже доказали Еще в Омске Зачем нам открывать Уголовное дело Если каждого Отравившегося Тухлыми помидорами Будем уголовное дело Открывать А что там ему подсыпали Извините меня В этих лабораториях Мы не знаем Вот это логика Если каждого Если каждого Если каждого Лидера оппозиции Отравленного помидорами Значит Открывать уголовное дело И обвинять в этом Все наше родное государство То мы далеко уедем Да Правильно Вот примерно так Понимаете Примерно так И в этом смысле Наша позиция К сожалению Я бы очень хотел Чтобы она была Чтобы мы помогли Гордиться нашей позицией Михаил из Орла Пишет тебе Еще тебе понравится Эта версия Нету тела Нету дела Именно Да Нет глазок Нет мороженого Вот я попрошу Гордееву Сейчас еще раз Мы вчера Или позавчера Это слышали Можно Никита Сергеевича Михалкова Можно это коротенько Да я знаю Эту штучку Да-да-да Сейчас он Чтобы все остальные Просто послушали Я пока спрошу Кстати говоря Вот о чем еще Значит Вы знаете Что Навальный Обвинил Герхеда Шрёдера В том что Не обвинял Назвал мимоходом Мимоходом Так сказать Прошелся Мальчиком на побегушках Там есть Как бы часть обвинения Что он получает деньги Причем речь идет Не о дополнительной Причем речь идет Не о большой зарплате В качестве Там представителя Сайта директоров Нордстрима И по-моему Роснефти Там у него два Больших поста Вне этих денег Он еще там Значит Кормится с руки Путина И он что Мальчик на побегушках У Путина И так далее Значит это интервью Опубликовала газета Бильд Что любопытно Что да Шрёдер в ответ Скал что это неправда Я подаю Суд на Бильд Суд на Бильд Да Но при этом Вот в своем комментарии Я сейчас пытаюсь найти Мне надо подать минуту Буквально времени Пост Навального Он правильно там отмечает Что Шрёдер пишет Что я прекрасно понимаю Чувство Отравливанного Химическими веществами Господина Навального Да То есть сам Шрёдер Сам Шрёдер Придерживается Он в этом Но я вынужден Там опровернуть Эти факты И мы кстати Официально в нашей печати Когда мы Приводим слова Шрёдера Что он подает В суд на Бильд Мы вот эту фразу Как раз убираем Я ее прочитал Не в нашем источнике Это очень важно Шрёдер признает В прямую Абсолютно То есть просто Как нечто Просто вот Совершенно вот Очевидное Очевидное Что да Конечно он был отравлен Даже Шрёдер Потому что он немец И он не может Рассказать о том Что тут правительство И все Значит правительственные структуры Германии врут И сами отравили Навального Потому что это для всего мира К сожалению Это абсолютная очевидность Даже Не нуждающаяся Доказательства Как то что Земля круглая Мы сейчас не можем В студии доказать Что Земля круглая Но она круглая Мы это знаем Мы из этого исходим Вот они тоже исходят Из того что Ну очевидно Просто заведомо очевидно А приори Он отравлен Доказано вообще всеми Давайте кусочек Из Никиты Сергеевича Вот В поддержку Моей так сказать Позиции Нашей позиции Нашей Скрепной Давайте послушаем Я подумал Вот смотрите Я не политик Я не член Государственной думы Говорят Я артист Мое место в буфете С утра выпил Весь день свободен Вот я хочу так сказать Господин Трамп Господин Джонсон Госпожа Меркель Господин Макрон Вы сука за что Отравили нашего Безработного блогера Че он плохого Дванта сделал Вы за что Его траванули А почему я так говорю А потому что У меня есть основания Так говорить Ну и как бы вот Все Все доказательства Знаете друзья На самом деле Мне не весело Это слушать Вот я вам больше скажу Мне больно это слушать Вот больно Потому что Вот эта клоунада Со стороны Большого мастера Злобная Клоунада Со стороны Большого мастера Она просто Она Оскорбляет Мой ум Как было сказано В фильме Крестный отец Потому что Это человек Фильмы которого я любил Просто любил Некоторые я считаю Просто Произведениями Высокого искусства Там неоконченная Пьеса для Механического пианино Пять вечеров Это мои любимые фильмы И то что этот человек Опустился До такого уровня Коверного В плохом смысле Не в хорошем Не в великом А такого циркового Коверного Это просто Крайне меня расстраивает Потому что Он Это его Как это называется Его телепрограмма Писагон Ему просто Такое впечатление Что мелкие Очень мелкие Какие-то Мелочные Злобные И бездарные бесы Поселились в нем Самому Из самого себя Изгнать Это поразительно Все-таки Как человек С возрастом Должна приходить Мудрость А в данном случае Пришлось Нечто обратное Это Очень расстраивает Меня От отношения Никиты Сергеевича Михалкова Крайне Его семья И он И папа Были всегда близки Нет Но дело близки Он хорошо оплачивается Его фильмы Великолепно оплачиваются Он потрясающе оплачивается Но нужно же сохранять лицо Ну нужно же сохранять лицо Не нужно превращать лицо В какую-то страшную Страшную Действительно Клоунскую маску Как он это делает Ну Господь с ним Плюс 7903 7976333 Николай Карлович Свонидзе В студии Серебряного дождя До конца этого часа Друзья Не забывайте Про видеотрансляцию На нашем канале в ютуб Оставайтесь Под Серебряным дождем Мы продолжим Через несколько минут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok